Добрый день! Меня зовут Инна Николаевна. Сегодня мы с вами посетим памятники Центрального мемориала поселка Зима. Прошу путь. Сейчас мы с вами находимся на памятнике, который посвящен участникам гражданской войны. Мы слушаем гражданскую войну Первой мировой и Первой мировой войны. События гражданской войны это одно из самых страшных событий, которая когда-либо происходила в нашем государстве. Знаете, что вы знаете о гражданской войне, есть ли у вас какие-то знания об этом? Гражданская война это война, определенные столкновения, которые происходили между жителями одного государства. То есть жители одной страны разделились на определенные стороны, которые противоборствуют между собой. На территории нашей страны гражданская война происходила в 1916-17 годах. Что с чем бороться? Как вы знаете, на протяжении почти 300 лет, на большое количество времени, в нашей стране во главе государства стоял монарх, то есть император. И вот наступил период зрения, когда нужно было что-то менять в обществе. И так сторонники данного движения начали распространять свои идеи, свои мысли, и постепенно старая власть была к сверхнему. Память о тех, кто погиб в рамках данных поражений установлена в памяти. В нашем поселке развивалось движение коммунистов. Первые коммунисты появились в 1916-1917 году, когда с фронта вернулся житель нашего поселка Савин Михаил Кузьмич. Вот посмотрите его фотография. Михаил Кузьмич Савин был участником Первой мировой войны. И когда вернулся в поселок, он увидел, что на наших территориях Сальских степях не так усвоены новые устройства. И поэтому он начал заниматься этим. В декабре 1917 года на территории, в здании нашего железнодорожного вокзала было собрано определенное собрание, на котором решили, постановили, что во главе нашего поселка должен стоять совет рабочих, казачьих, крестьянских депутатов. И данный совет решал судьбу всего поселка. То есть они занимались и решали все-все-все основные вопросы и проблемы соответственно. Мы с вами можем пройтись приближе к памятнику. Раньше он выглядел по-иному. Вот совершенно несколько лет назад он стал таким, каким мы видим его сейчас. Раньше это было памятником, что у них сколько больше, и вопрос не про будет проживаться. Вообще, эта вот территория, помните, мы вначале говорили, что поселка изначально не было. Было небольшое количество разных поселений, поселков, футарков. И вот Пушман это был один из тех футарков, которые когда-то существовали. Несоединенные крема. Да, не присоединенные крема. Сегодня данная часть, данная территория, это уже непосредственно часть поселка. Это все поселок Дзин. Когда-то здесь вот все, что мы с вами видим, вы знаете, в территориях когда-то было кладби. Здесь были засторонения людей, которые гражданские, то есть не принимали участие, да, в сражениях не были солдатами. И также засторонены участники Великой Отечественной войны, которые принимали участие в освобождении нашего поселка Немецко-Последских Заказов. Я рада приветствовать вас на еще одном памятном месте, на мемориале, на памятнике. Данный памятник посвящен бойцам 5-го демовниковского механизированного корпуса, который освобождал нас в поселок в Генбаде 1943 года. Великая Отечественная война, с чего, да, все началось? Великая Отечественная война началась в 22-го июня 1941 года. В наш поселок война пришла в августе, 4 августа 1942 года. Это наш поселок война пришла в немецкими войсками. В то время, которое мы находили здесь, наши жители, наши территории потерпели огромнейшие потери. Очень большое количество войны вводили на наших территориях, его угоняли в другие территории, то есть максимально пытались сохранить, чтобы немецким солдатам ничего здесь не досталось. Ожесточеннейшие бои проходили на территории всего наших, практически всех наших поселений. В каждом, в частности, в нашем поселке ожесточенные бои происходили на территории вокзала. Освобождение поселка, свободу нашему поселку принесли войска 51-й армии, в состав которой входил 5-й, на тот момент был 6-й механизированный. Мы с вами находимся около памятника круженикам тыла. Данный памятник был установлен в 2016 году. Автором его является скульптор Егор Егорович Дергиященко, уроженец нашего Зимовниковского района. Этот памятник дань памяти всем тем, кто своим трудом, самоотверженным трудом приближал победу в тылу. Работал на заводах, на полях, женщины, дети, старики. Все они своей работой, честным доблестным трудом приближали победу. В Зимовниковском районе круженики тыла трудились на полях, в совхозах, которые располагались, существовали в тот момент на территории Советского Союза. Молодые девушки осваивали тяжелую технику, с огромными усилиями пытались поддерживать сельское хозяйство, пытались поддерживать поля, пытались выращивать нового урожая. Конечно, это удавалось с огромным трудом и удавалось не сразу. Одной из жительниц Зимовниковского района, нашего поселка Зимовники, которая трудилась в тылу, которая при этом успела помочь фронту, была Мария Михайловна Телятникова. Мария Михайловна, когда ей исполнилось 18 лет, в наш район пришла война. Изначально работала, ее призвал военкомат, и она работала в госпитале, который располагался на территории первой школы. Мария Михайловна вспоминала о том, насколько это было. Везде была кровь, все шинели были пропитаны кровью, и они отстирывали ее. Когда в 1943 году, в феврале, наш госпиталь был переведен, Мария Михайловна осталась. И была одной из первых девушек, которые освоили тяжелую технику. И именно она работала на полях. Невозможно перечислить все те подвиги, весь тот труд, благодаря которому победа досталась таким тяжелым трудом. Но этот памятник, дань почести, уважения всем тем, кто не сломился, кто продолжал работать. Памятник является одним. Этот памятник, памятник проженикам тыла, появился одним из первых. То есть до 2000 года на территории Востока, Ростовской области, такого памятника не существовало. Сейчас мы с вами находимся на центральном мемориале поселка Зимовики. Мемориал был открыт в 1972 году. Здесь располагается братская могила советских солдат, которые погибли в конце декабря 1942 года, в начале января 1943 года, в ходе боев за освобождение поселка Зимовики. В братской могиле покоится 150 человек, из которых лишь 33 солдата. Имена личности установлены лишь 34 солдат, то есть 116 еще неизвестно. Также здесь располагаются могилы двух офицеров. Минивали Агельмановича Байкова и Кефрема Федосеевича Феодосевича Макарчука. Здесь горит вечный огонь и установлен памятник неизвестному солдату. Так и мы с вами можем увидеть плиты с фамилиями, инициалами людей, которые ушли на фронт из нашего Зимовниковского района. Очень долгое время могилы Байкова, Минивалия Агельмановича и Кефрема Федосеевича Макарчука предполагалось, что они покоятся в братской области. Но выяснилось, что в 2009 году в ходе поисковых работ могилы были обнаружены на территории Центрального парка. Были проведены определенные работы, в результате которых могилы были перезахоронены здесь, на Центральном мемориале. Кефрем Федосевич Макарчук погиб 12 января 2003 года, спустя небольшое количество времени после освобождения нашего района. Он погиб на территории, на границе Орловского и Зимовниковского района. Его, этого человека, уважал весь состав руководства 51-й армии. На его похороны прибыли очень люди высоких должностей, а дать память столь великому человеку, а дать память офицеру, который велся за собой солдат, и за которым не боялись идти. Миневалик Германович Байков погиб в станице Старочеркасской, на Ростовской области. Но в свете того, что погодные условия не позволили похоронить офицера на его родине, Миневалик Германович обрел покой на нашей Зимовниковской земле. Очень тесно связаны данные офицеры с нашим районом. Очень часто приезжают на мероприятия, приезжали на праздничные мероприятия ко Дню Победы в наш Зимовниковский район. Посещая данный мемориал, мы с вами должны помнить о подвиге наших предков, людей, которые спасли практически весь мир, спасли свою родину, свое отечество от немецко-фашистских захватчиков, и каждый раз, посещая его, вспоминать об этом подвиге.